Районный конкурс «Леди Бизнес» Мой бизнес непосредственно зависит от людей. Я хотела посмотреть, сколько людей вокруг меня поддерживает. Десять участниц первого этапа вышли в финал. Здесь уже поддержка близких друзей и клиентов важна менее, нежели собственные деловые качества. В главном этапе было три конкурса. Участницам нужно было рассказать о стиле ведения своего бизнеса, о том, как они достигли успеха, поделиться планами своих будущих проектов и представить эссе в деловом стиле. После каждого выступления жюри задавала интересующие их вопросы и получала порой неожиданные ответы. Спасибо за интересный рассказ. Ваше дело вы начинали со своего капитала и за четверг еще на селе с откровами бизнеса. Спасибо. Спасибо за вопрос. До своего капитала немножко такая тема личная, но пришлось продать квартиру в Москве, в трехкомнатную, родительскую. У каждой из этих женщин своя дорога в бизнес. Пример для них Нина Павлова, член торгово-промышленной палаты Ленинского района. Она начинала свое дело в лихие 90-е, в годы, когда пришлось полностью менять свою жизнь, чтобы выжить самой и вырастить детей. За плечами четверть века, которые дали ей понять. В слове «женщина» заключается не только нежность, но и сила, и огромная воля. Очень много в тот момент женщины пошли в бизнес, потому что взяли вот это на свои плечи. Потому что, ну, я считаю, что это правильно, потому что мать защитница, то есть и кормилица. Бизнес-леди последних лет, возможно, немного проще начинать свое дело, и все же их отличает особый характер. Если мужчина-бизнесмен, он, как правило, дома бывает редко. Если в бизнесе женщина, ей приходится успевать все. У каждой из финалисток подрастают ребятишки, двое, трое, у кого-то даже пятеро. И, наверное, именно дети – главный стимул в их работе. Возможно женщину разделить на бизнес, на семью, на мать. Для меня бизнес-женщина – это успешная женщина во всех сферах абсолютно. Как в бизнесе, так в семье, как с детьми. Ну, естественно, и внешняя красота, она должна украшать любую бизнес-леди. В Ленинском районе направление женщин-предпринимателей только начинает создаваться. В торгово-промышленной палате, которая и стала организатором данного конкурса, появился комитет, где ждут именно деловых женщин. Мы надеемся, что после конкурса все финалистки, победители и те, которые участвовали, предприниматели войдут в наш комитет и будут уже возглавить вот это мнение предпринимателей и женщин. А за победу в конкурсе борьба была непростой. Каждая претендентка была достойна победы. Но по правилам, лишь одна могла получить титул «Леди Бизнес». В результате жюри решила присудить главный приз Юлии Пчелинцевой. Она-то и станет участницей областного конкурса. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.